Интернет-платформа для анонимной борьбы с коррупцией почти готова к работе. Речь идет о сайте с интерактивной картой Литвы. Любой из жителей, столкнувшийся с требованием взятки, сможет внести учреждения и вымогателя в общий реестр, там оставаясь неузнаваемым. При обработке данных на карте всплывут болевые точки в каждом районе или структуре. Правоохране только останется провести рейд. Только проблема в том, чтобы люди были готовы вступить на борьбу с коррупцией. Я заметил, что между столицей и другими городами Литвы не слишком большая дистанция. Но разница в системе ценностей между крупным и мелким городами огромна. Нынешняя молодежь уже позволяет себе сказать то, о чем раньше даже в мыслях не могли себе представить. Видимо, на молодежь нужно делать ставку в защите страны от коррупции, решили всеми. Тем более электронной картой им пользоваться гораздо легче. У нас есть опыт. Мы видим, насколько непрозрачно выделяются деньги, проводятся конкурсы. Куда эти деньги уходят? Мы считаем, что наше руководство должно понять, что открытость и честное участие общественности может привести к большей прозрачности в государстве. Не так, как сейчас. Если ты где-то не улыбнулся вовремя, то можешь не получить финансирование. Советы литовским партнерам охотно дают норвежские общественники, у которых в стране уже давно и успешно работает система сотрудничества между гражданским лицом и правоохраной в плане борьбы с коррупцией. Я считаю, что для того, чтобы сократить число случаев взяточничества, следует отталкиваться от трех китов – доверия, открытости и СМИ. Жаль, но пока в Литве большинство сведений скрыты от прессы под видом коммерческой тайны. Коррупция непобедима, сетуют наши общественники. Норвежцы в ответ привозят факты. Как только прессе стали доступны данные о закупках и госзаказах, был решен целый комплекс проблем с коррупцией, что позитивно сказалось даже на эмиграции.